В эфире телеканала Бавруйск 360. Итоги недели. В студии Мария Бересневич. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Отсутствие маркировок, неправильное хранение продуктов и маленький ассортимент отечественного товара. Какие еще замечания зафиксированы в торговых объектах. Подведем итоги 9 месяцев. От генерации идей до ее ценообразования и продажи на рынке услуг. Всемирная неделя предпринимательства не обошла стороной и наш город. Вместе против коррупции сотрудник медиахолдинга Бавруйское житё победила в национальном конкурсе. Расскажем в каком. Будет чисто и без транспортного коллапса. Бавруйский букдеп пополнила новая техника. Мальчик с суперспособностями. Расскажем об учебных достижениях местного вундеркинда. Также в итогах недели. Быстрая диагностика рака легких, новая разработка наших ученых и снижение ставки рефинансирования. Самые громкие заголовки этой недели в нашем обзоре. И Австралия в огне. Боинг теряет позиции. А Виктория Сикрет отменяет традиционный показ. Что еще произошло в мире за последние 7 дней? Расскажем. Выкладка и ассортимент товара, соблюдение санитарных норм и продукты с надлежащим сроком годности. На неделе на заседании с полкома обсудили организацию городской торговли. Как показывает практика, далеко не все супермаркеты и магазины поменьше имеют безупречный вид и главное – качество продукции. Актуальными остаются вопросы количества отечественного товара на полках и заработной платы сотрудников. На что еще стоит обратить внимание руководителям, расскажем прямо сейчас. В этом году в Бобруйске прибавился 91 торговый объект. Их количество превысило 2600. Расширение сетей позволило дополнительно создать 400 рабочих мест в сфере услуг. Для сравнения, в прошлом их было всего 73. В том числе за год были открыты и новые интернет-магазины. Сейчас их 138. Функционируют также 6 рынков и 37 торговых центров. Учитывая, что «Евроторг» и «Мартинфуд» являются одним из крупнейших ритейлов в городе по продажам, недостижение им уровня прошлого года по розничному товарообороту сказывается на товарообороте в целом по городу. Между тем, розничный товарооборот – не единственный пробел в торговле. Есть также вопросы с выкладкой товара, истекшим сроком годности, отсутствием маркировок и хранением продукции. На заседании исполкома мэр города Александр Студнев акцентировал внимание не только представителей сетей, но и работников управления торговли. Мы абсолютно перестали уделять внимание павильонам, что там торгуют, что там продают. Одному, только не знаю, кому известно. Но опять же всё это мимо нас проходит. Фасады торговых объектов. Вообще мы забыли, что это такое. Пантусы на многих отсутствуют. Ещё один немаловажный аспект, который отметил председатель горисполкома – минимальное количество продуктов на полках супермаркетов от бобруйских компаний. В частности, мясокомбината, красного пищевика, бабушкиной крынки и домочая. Полный ассортимент наших производителей также не представлен в ООО «Евроторг». Это сеть всем знакомых еврооптов. Сейчас по всему городу их 11. Есть список и других замечаний. Сегодня на совещании главой города было сделано ряд замечаний по работе компании. Недостатки, которые имеют место, действительно есть. Мы их приняли к сведению. И в рабочем порядке будем исправляться. Однако тема торговли не заканчивается на внешнем виде масс-маркетов и его начинки. Одним из основополагающих аспектов остается оплата труда всем известных продавцов, лидером в списке аутсайдеров стала «Могилев Союз Печать». Здесь средняя зарплата даже не достигла 500 – всего 474 рубля. И это с учетом того, что сеть представляет собой 54 ларька. Руководство же аргументирует недостаток невысокой выручкой, от которой и зависит зарплата. А печатные издания, уверяют, век технологий теряют свой спрос. Сегодня будем производить ротацию торговых наших объектов, будем менять их формат, переходить от киосков в павильон, в самообслуживание, добавлять в зону общепита, предложить населению и жителям города услуги бесплатного Wi-Fi, пока они там ждут транспорта. Впрочем, среди объектов торговли во время подведения итогов за 9 месяцев отметили и положительные примеры. Еще недавно сеть «Доброном» была в конце списка. Сегодня же она вышла с убытка, повысила зарплату продавцам и открыла новые магазины. Всего на территории города их 22. У нас очень много акций. У нас 1 плюс 1, у нас «Черные пятницы», у нас ликвидации. У нас очень много акций, которые мы привлекаем. У нас в СМИ информация на Зефир, радиореклама на автобусах. Товары с истекшим сроком годности у нас не найдены. У нас были замечания по хранению продукции, по складированию. Ну, а в данный момент все замечания мы устраним. К слову, средний чек по городу составил 11 рублей 40 копеек. По стране он, например, выше на 2,60. Что же касается проверок в магазине, они продолжатся и дальше. Весь акцент на то, чтобы покупки для горожан стали не только комфортными, но и безопасными. И пока до европейского уровня мы не дотягиваем. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели. Про бизнес в рамках Всемирной недели предпринимательства в Бобруйске прошли мероприятия с участием представителей органов власти, банков, налоговой и не только. Эта акция проходит одновременно в более чем 170 странах мира. На конференциях, выставках и семинарах участники обсуждают вопросы инвестирования и развития финансовой отрасли, в том числе платежных систем и криптовалют. Накануне в отеле «Турист» прошло занятие стартап-школы с участием Николая Микулича, руководителя столичного клуба предпринимателей. Чем спикер делился с Бобруйчанами, знает Людмила Любимцева. Начинающий предприниматель Николай Шецкий пришел на занятия стартап-школы, чтобы получить знания по продвижению своего малого бизнеса. Мужчина занимается видеосъемкой, но в последнее время тем, как идут его дела, не вполне доволен. Поэтому захотел принять участие в бизнес-встрече и зарядиться новыми идеями. Хотелось бы, наверное, узнать методы продвижения, методы ведения бизнеса, как, скажем так, научиться подавать себя, продавать себя, какие, скажем так, продукты сейчас работают, что не работает, что актуально в наше время, что уже утратило какой-то смысл. Спикером выступил минчанин Николай Микулич, руководитель клуба предпринимателей про бизнес. Сегодня он объединяет около 500 человек. На занятии с бобручанами коуч в игровой форме показал путь от генерации идеи до ее ценообразования и продажи на рынке услуг. Занимаясь клубом про бизнес, я получаю много запросов, что участники хотят, чтобы в регионах творилась такая же движуха, как в Минске. Поэтому я, собственно, своим примером привожу какие-то частички знаний, каких-то моего опыта в места, где собирается проактивная молодежь и участники, которые развивают свой бизнес. На мероприятие пришли как опытные предприниматели, так и начинающие бизнесмены, а также те, кто задумывается об открытии своего собственного дела. Командная игра пошла с азартом и получилась вполне продуктивной. Дать идею людям какую-то по развитию, саморазвитию. Разработать идею, дать эту идею людям просто. Помочь в разработке того же проекта какого-то. Все занятия стартап-школы проводятся Бобруйским инкубатором малого предпринимательства. Партнерси в соорганизации «Общество содействия инновационному бизнесу». Следующая встреча пройдет в декабре этого года. Людмила Любимцева, Андрей Богдан. Итоги недели. Больше не будет свободной планировки. В Беларуси установят требования к таким квартирам. Нововведение будет обеспечивать в первую очередь безопасность. Сейчас этот вопрос не урегулирован. Зачастую собственники квартир при ремонте помещений устанавливают перегородки без учета их влияния на конструкции дома, фундамент плиты перекрытий. Подробнее в нашем традиционном дайджесте. До 50% упаковки белорусских производителей будет экологически безопасной. Таких цифр в плане достичь к 2035 году. Об этом было заявлено на Всемирной неделе предпринимательства. На сегодня уже разработана национальная программа действий по переходу на экоупаковку. При подготовке документа белорусы учитывали международный опыт. Беларусь установит требования к квартирам со свободной планировкой. Это повысит безопасность зданий. В частности, площадь квартир-студии со свободной планировкой ограничит 50 квадратными метрами. Минстрой архитектуры проанонсировала еще одно нововведение. Низкоэтажную застройку будут оборудовать лифтами. Такая норма вступит в силу весной будущего года. Нацбанк снижает ставку рефинансирования. С 20 ноября она стала меньше на полпункта и составила 9% годовых. Это рекордно низкая цифра для суверенной Беларуси. Снижение ставки говорит об увеличении доходности банков и о том, что они получают возможность предоставлять более выгодные кредиты. Белорусские ученые разработали систему, которая сможет выявить точную болезнь легких. С помощью рентгеновского снимка можно оценить состояние органа и дать заключение, здоров человек или нет. Если система определит, легкий человека не соответствует норме, ему следует обратиться к врачу. Более того, программа подскажет медику, какое это заболевание. Генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси отметил, разработка – это не автоматическая диагностика, а помощь врачу, который ставит диагноз. Как говорится, готовь сани летом, а телегу зимой. Но нам интереснее первая часть этой народной мудрости. Ведь не за горами снегопады и гололедица. Поэтому Бобруйский букдеп вооружается новыми средствами уборки городских улиц. Одна из таких под названием «Магистраль» поступила в штат специалистов накануне. Произведена уборочная машина в Саратове. На что способен агрегат, расскажем прямо сейчас. Бобруйск давно славится чистотой. Однако за этим эстетическим наслаждением стоит труд сотен людей. А если быть конкретнее, то работников букдепа. Вот и сейчас парк дорожно-эксплуатационного предприятия пополнился новой техникой. Официальные представители производителя заверяют – агрегат будет служить долго и без перебоев. Производительная машина, то на 200 в час она без проблем убирает. Данный агрегат – саратовского завода «Элеватор Мельмаш». Они производители. В принципе, данные машины они производят серийно. Достаточно много машин у нас уже и в Беларуси. Во всех областях работают данные машины. Все клиенты наши довольны. Ну и я надеюсь, что и в Бобруйске данная машинка будет показывать хорошие результаты. Техника под названием «Магистраль» представляет собой прицеп с вращающими щетками и механизмами для сбора отходов. Она способна убирать 160 кубов мусора в день и за 6,5 часов работы может очистить более 50 километров улиц. Впрочем, есть и другие машины, которые Бокдеп закупил чуть раньше. В этом году мы приобрели Бродвей. Это за счет средств, которые выделил городской бюджет. Еще будет 23 тысячи, которые нужно освоить тоже на приобретение каких-то механизмов. Впрочем, не за горами горячая для дорожников пора. Снегопады и гололедица. К этому они тоже готовы. На вооружении 11 уборочных плужно-щеточных машин, 6 тракторов и столько же пескоразбрасывателей. Уже заготовлено 50% песка соляной смеси. Дополнительно к зиме появится еще несколько единиц специальных машин. Коммунальники уверяют, транспортного коллапса автомобилисты и пешеходы могут не бояться. Людмила Любимцева, Максим Кембель, Максим Галеонко. Итоги недели. Дни за учебниками, ночи за Википедией. И вот он полуфинал городской интеллектуальной игры «Что, где, когда». Побрусские школьники сошлись вместе в борьбе за звание самых умных. Кто же заберет хрустальную сову, попыталась разобраться Анастасия Шевцова. Три этапа, семь команд, 42 участника и всего одна хрустальная сова. На неделе на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи прошла первая игра зимней серии «Что, где, когда». Всего игра состоит из двух серий игр и финала, который пройдет в мае 2020 года. Отборочный этап игры прошел с периода с 16 по 18 ноября. В нем приняли участие 27 учреждений общего среднего образования. По второй этап серии игр вышли семь команд. Это учащиеся 9 и 11 классов, 27, 18, 31, 10 и 28 школ, а также 2 и 3 гимназий. По результатам жеребьевки в первой игре за право выхода в финал будут бороться команды 10 и 28 школ, а также 3 гимназии. Педагоги в своих протеже не сомневаются, в команды отобраны самые эрудированные ребята и подготовка у них на уровне. Мы собрали команду самых лучших, ответственных ребят, чтобы действительно никто нас не подвел, в том числе и на интеллектуальные особенности смотрели. Выбирали по такому принципу, чтобы не в одной какой-то сфере они были лучшими, а чтобы ориентировались, конечно же, в разных сферах деятельности. Я поделился немножко своим опытом. Я сам в свое время поучаствовал и в школьном этапе, и в республиканских соревнованиях. Сейчас мы постоянно играем из Габоню и просто рассказал, какие бывают вопросы, как себя вести на вопросах, как необходимо правильно распределить время. Команда гимназии номер 3 к игре готовилась ответственно. Ребята усиленно штудировали интернет-ресурсы и изучали научную литературу. Капитан Дмитрий Руденков в сборную набрал только самых-самых. Кто-то из них увлекается физикой, а кто-то с интересом изучает биологию и химию. Я очень интересуюсь каждой сферой влияния и сферой жизни, деятельности людей. И мне интересна любая сфера. Не важно, это касается таких предметов в школе, как география, математики, физики или истории. Мне нравится во всех направлениях развиваться. Вопросы для школьников подобраны самые разнообразные. Они проверяют начитанность и общую эрудированность ребят. Кроме того, были и мультимедийные задания, а также традиционный черный ящик. Вопросы не ограничены школьными учебниками. Порой требовалось проявить смекалку и включить воображение. Внимание, вопрос номер 10. Всем известна картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Какая деталь внешности отсутствует у женщины, изображенной на полотне, в то время как эта деталь есть у каждого человека? Первый день в напряженной борьбе победа досталась команде гимназии номер 3. Еще двое финалистов определятся в следующие две недели. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. В продолжении темы об умниках и умницах сегодня мы расскажем о Никите Фролове, учащемся третьей гимназии города. Он делает большие успехи в учебе и мечтает связать свою жизнь с IT-сферой. Ученик 9-го Б Никита Фролов – гордость третьей гимназии. Мальчик с математическим складом ума, активный участник всевозможных мастер-классов, которые проводятся на базе STEM-центра. С большим интересом он работал над проектом по актуализации данных Бобруйска в картографическом веб-сервисе OpenStreetMap. Никита уже внес свои правки на карте города, которые имеют отношение к его двору и гимназии. Эти карты являются открытыми, то есть каждый человек может спокойно их детектировать. То есть если у нас будет не просто дороги, именно дороги, которые машины ездят, а тропинки, которые я делал, например, то дорога становится короче. То есть мы тратим меньше времени и совершаем меньшую работу. Нам это не надо, плюс экономия времени. Учителя не скрывают. Никита – одаренный ученик, который обладает суперспособностями. Мальчик учится исключительно на девятки и десятки и претендует на золотую медаль. Он на лету схватывает любую информацию и добивается высоких результатов учебе. Одно из его любимых занятий – робототехника, который помогает развивать мышление. Говорит об этом захлеб. К слову, будущую профессию он хочет связать именно с IT-сферой. Робототехники, да, я учился долговато, потому что понять, как все с другим другом со своим действует, как можно что-то прикрепить, это надо думать. Плюс надо фантазия. Мне очень это нравится. Это разбивает мышление, логику, как поставить правильные детали, чтобы это взаимодействовало друг с другом. Это увлекающе. По приходу домой после учебы Никита отдыхает с семьей, а затем принимается за уроки. Много времени у него уходит на подготовку к олимпиадам по математике, в которых он также старается регулярно принимать участие. Впервые он выиграл состязание среди юных умников города еще в четвертом классе. А в прошлом году занял третье место по Могилевской области. Теперь хочет преодолеть планку республиканского уровня. Это будет моя приоритетная цель в этом году. Я очень постараюсь и приложу все усилия, чтобы выполнить данную цель. Интерес к цифрам у Никиты проявился еще в детском саду. Педагоги и родители сразу обратили на это внимание. Стали всячески поддерживать и во всем помогать. Юный Вунтеркин признается, его родные играют большую роль в учебных достижениях. Они несут очень большую роль, как по мне. Они мне помогают морально, физически, со всех сторон. То есть, когда мне тяжело, они мне помогут. Если мне что-то надо для учебы или в другом плане, они мне всегда смогут оказать помощь или что-то в этом духе. Надо куда-то ехать, едем. Надо где-то участвовать, участвуем. Стараемся ничего не пропускать во всех конкурсах, во всех олимпиадах. Даже участвовали в российской олимпиаде, ездили в Могилев. То есть, везде, где можно поучаствовать, мы стараемся везде участвовать. Все, что в наших силах, конечно, стараемся ему дать. Никита Фролов – разносторонний ребенок. Кроме математики и информатики, ему также нравится география и история. Кстати, два года назад он принимал участие в первом сезоне республиканского телевизионного проекта «Я знаю» и дошел до второго тура. Для Бобруйского Рудита это был хороший опыт. Он уверен, бояться ничего не стоит. Нужно просто верить в себя и смело идти к цели. Людмила Любимцева, Максим Галенка. Итоги недели. О коррупции наглядно и с последствиями в Генпрокуратуре наградили участников конкурса на лучшую антикоррупционную рекламу. Первой в национальном этапе стала наша коллега Кристина Арианс, она же ведущая криминальной программы «Сирена». Среди участников молодые люди до 35 лет, учащиеся студенты, работники СМИ и учреждений образования. На официальном сайте за 4 месяца размещено более 22 тысяч работ из Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и ЮАР. Из нашей страны поступило около 140 видеороликов и более 700 плакатов, выполненных в различных жанрах, стилях и техниках. На самом деле чаще всего авторы таких роликов делают акцент на конкретно взяточниках. Мы же, наша команда хотела показать обратную сторону медали, что остается после. Это родители, это жены, это семьи, потому что чаще всего семьи распадаются, жены не дожидаются мужей. И вот мы хотели именно поймать ту самую эмоцию, что происходит с роднёй человек, когда он попадает в тюрьму. Было очень приятно. Прокуроры и главный прокурор страны выразил огромную благодарность нашей команде. И ролик смотрели со слезами на глазах. Люди в форме, которые многое в жизни повидали, они действительно смотрели со слезами на глазах. Это не могло не трогать меня в тот момент. К слову, в 2019-м география конкурса расширилась. В нём заявлены и представители государств, участников БРИКС. Теперь курс на Москву. Там уже в декабре пройдёт финал, где представители 10 стран выступят со своим пониманием далеко не детской темы. Дорожная безопасность неизменно остаётся актуальной темой. В осенне-зимний период особым поводом для беспокойства становятся пешеходы, велосипедисты и возщики гужевого транспорта. И их безопасность на дороге в тёмное время суток. Пренебрежение простыми мерами безопасности приводит к тяжёлым последствиям. Именно поэтому каждый из нас не только должен осознавать опасность, которая таит в себе дорога, но и соблюдать правила. Однако в действительности зачастую происходит по-другому. В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов с 19 по 24 ноября Госавтоинспекция проводила профилактическую акцию «Время стать заметным». В рамках которой инспекторы районного отдела ГАИ отправились в агрогородок Горбацевичи, филиал агрокомбината Бобруйского комбината хлебопродуктов, чтобы ещё раз напомнить сотрудникам предприятия, как это важно быть заметным. Но, как обычно, дорожные милиционеры приехали не без подарков и вручили всем световозвращающие жилеты и нарукавники. Все работники филиала агрокомбината КХП, водители, механизаторы, животноводы, все имеют специальную одежду, которая обозначена световозвращающими элементами. При движении на работу, с работы мы заметны в темноте. Важно не только иметь светоотражатели, но и правильно их разместить. Фликер должен находиться спереди. Если это нарукавная повязка, надевайте её на правую руку. Обозначенный таким образом пешеход даёт возможность водителю своевременно его заметить и избежать наезда. Нас всегда приучали к тому, что светоотражающий элемент очень важен и должен присутствовать на одежде любого человека. В тёмное время опасность совершения наезда увеличивается по сравнению со светлым в 9 раз. Поэтому нужно быть как можно более заметным. Именно фликеры и жилеты повышенной видимости помогают в этом. Для подтверждения наших слов сотрудники районной госавтоинспекции провели эксперимент на трассе со светоотражателем и без него. И как можно заметить на кадрах, без специального приспособления человек становится незаметным уже спустя 25 метров. А это очень мало для того, чтобы водитель сумел правильно среагировать на ситуацию. С фликером более 200 метров видимости. Цена вопроса от 3 до 7 рублей. Вот только стоят ли эти деньги в вашей жизни? Должен понимать каждый, что от быстроты того, как водитель обнаружит на проезжей части движущегося того же пешехода, велосипедиста, опять же, зависит правильное действие водителя. Ну и в конечном итоге преследуется одна цель, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. В ближайшие дни синоптики прогнозируют колебания температуры от минусовых до плюсовых значений, а также туман и дожди и снег. В связи с этим на отдельных участках дорог возможно внезапное образование гололедицы. Поэтому водителям стоит выбирать сдержанный стиль вождения, необходимо повысить бдительность при проезде пешеходных переходов, пристегиваться всем сидящим в автомобиле, обеспечить безопасную перевозку детей. Кроме того, уже с 1 декабря сотрудники госавтоинспекции будут штрафовать водителей за езду на летней резине. Всего же с начала года в республике совершено 2750 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 395 человек погибли и 2939 получили травмы. При этом в темное время суток произошло 870 ДТП, в которых 202 человека получили смертельные травмы, 833 ранения. Кристина Рианц, Павел Зуев, Итоги недели. Второй раз за неделю плотная дымовая завеса накрыла Сиднея, и передвигаться по городу без защитных масок практически невозможно. Бедствие не обошло стороной и животный мир. От огня погибли несколько сотен каал. При этом очень низкая влажность воздуха и сильный ветер привели к катастрофической пожароопасности. Об этом и не только в ближайшие несколько минут. Австралия страдает от экстремальной погоды. Страну окутали пылевые бури, жара и новые очаги лесных пожаров. Сгорело около полутысячи домов уже в трех штатах. Ситуация признана чрезвычайной. По предварительной информации, в огне за несколько недель погибли 6 человек. Пламя подбирается к крупнейшему городу южной части страны – Аделаиде. За 20 ноября сгорело 11 жилых домов. В целом же за последние недели уничтожено более 500 зданий, закрыты школы, объявлена эвакуация. Людей просят учитывать то, что некоторые автодороги также перекрыты. Многочисленные скандалы с самолетами Boeing 737 не могли не сказаться на его имидже. Как результат – потеря статуса самого продаваемого в мире. Теперь это лайнер А320 европейского авиапроизводителя Airbus. К началу ноября самолет во всех версиях получил в общей сложности более 15 тысяч заказов, обогнав все версии Boeing 737, на счету которых на 21 заявку меньше. При этом разрыв может еще увеличиться к концу месяца. Одна из авиакомпаний подтвердила заказ на 120 самолетов А320neo, в то время как Boeing сообщила о продаже только 10 лайнеров 737 Max. Американский бренд нижнего женского белья Victoria's Secret отменил шоу впервые за 25 лет. Компания в последние годы теряет аудиторию. В 2018-м у нее были самые низкие рейтинги за всю историю. «Мы будем общаться с покупателями, но не в масштабах шоу», – рассказал финансовый директор. Он назвал показ «выдающимся маркетинговым решением» и отметил, раньше шоу было важной частью поп-культуры. Однако в последние годы оно почти не влияло на продажи, которые падали с 2016-го. Показы Victoria's Secret проводятся с 1995 года. В 1998-м в них появились «Ангелы», модели, которые демонстрировали нижнее белье и выходили на подиум с крыльями за плечами. В их числе такие известные модели, как Тайра Бэнкс и Хайди Клум. Оксфордский словарь назвал «выражение года». Наиболее используемым в 2019-м стало «климатическое происшествие». В этом году его проговаривали более 6000 раз. В шорт-лист вошли также понятия «климатическое опровержение», «климатическое событие», «клогическая тревога» и «вымирание». Как отметили редакторы британского словаря, тема экологии и климата выражает не только чистоту употребления, но и главный настрой года. «Рыцарский роман» в художественном музее работает экспозиция картин из фондов Национального центра современных искусств. Здесь представлены живописные и графические работы, а также сценические костюмы на тему Средневековья и эпохи Ренессанса. «Отважные рыцари и прекрасные дамы, героические битвы и придворные интриги. Эпоха Средневековья неизменно привлекает художников своими яркими и романтическими образами. Это большой период истории нашей страны, который был насыщен множеством политических, культурных, общественных, военных и других событий. Своё продолжение они нашли и в последующих эпохах, и как отражение этого в работах белорусских мастеров». «Выставка отражает скорее фантазии авторов, их взгляд на то время. Но что касается конкретных исторических событий, то здесь предстают перед нами иллюстрации Михаила Басалыги на тему Витовта, Алельки, белорусских героев, Рогнеды, отражение Грюнгвальдской битвы, битвы с татарами, либо битвы на Немиге. Ну, такие вот акценты». «Выставка «Рыцарский роман» прибыла в наш город и столице. Это коллекция работ из фондов Национального центра современных искусств. В экспозиции около 40 произведений, выполненных в различных техниках и жанрах. Все они отражают тенденции развития белорусской живописи и не только. «Безусловным украшением выставки стали сценические костюмы Натальи Смоляк по мотивам костюмов XVI-XVII века. Она фантазирует на тему чёрной пани. Это Барбара Радзивил вдохновила её на создание этого костюма. И белая пани, которая отражает историю строительства монастыря францисканцев недалеко от Гольшан». Задача выставочного проекта – представить зрителю художественное осмысление наследия средневековой эпохи Ренессанса в культуре Беларуси посредством работ отечественных живописцев и графиков. В целом экспозиция представляет собой диалог между прошлым и будущим, наследием и современностью традиций, инновацией. «Смотреть картины очень интересно, что они загадочные. Смотришь, вначале вроде ничего так не замечаешь, ничего. Но если потом смотреться в эту картину, то здесь какая-то вот незведанность в этой картине. Ну, что незведанность всегда влечёт, что хочется узнать, а что там, а что как было». «Не перестаешь восхищаться нашими белорусскими всё-таки художниками. Да, интересно. Ну, такое вот разнообразие картин». Познакомиться с яркой красочной выставкой, окунуться в атмосферу рыцарской эпохи в обручании гостей города смогут до начала декабря. Людмила Ребенцева, Владимир Гребеневич. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами была Мария Бересневич. Увидимся в следующее воскресенье в 20.30. До встречи и хорошей рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин